Великий шелковый путь. И речь пойдет не о ралли, а о хоккее на траве. А именно про новый формат этого вида спорта. 5 на 5. Один вратарь и четыре полевых игрока. Для многих стран, в том числе и России, это в новинку. Игра очень интенсивная. За счет бортов мяч не вылетает, не уходит в аут. Если он, в принципе, через борт перелетит, то аут, естественно. Но вообще интенсивность очень большая. Ну и очень интересная. Тут много таких комбинаций красивых, наигранных комбинаций много. От бортов, с бортом играть. Я думаю, что этот вид, самое главное, он будет вширь развивать хоккей на траве. Итак, на первый международный турнир по хоккею на траве уже точно приедут сборные Казахстана и Узбекистана. В течение 10 дней мы узнаем, будут ли среди участников такие команды, как Египет и Эмираты. Там решается вопрос с заявкой. А также среди возможных участников сборная Кубы. Однако противостояние сборной команды России и Казахстана уже будет хорошей вывеской турнира. Многие говорят о том, что мы не летняя страна, но однако же футбол у нас развивается великолепно. И если мы говорим международный уровень, футбол развивается в 200 странах, а хоккей на траве сейчас уже в 140. И более того, рейтинг наших команд до отстранения был 22 и 24. 22 в рейтинге были девушки, 24 были наши ребята. Практически топ. Сейчас наши сборные по хоккей на траве чаще будут играть в азиатской стороне, чтобы набираться игровой практики. И многие спросят, а почему не приезжают страны из Европы? Ответ простой и грустный. Всему виной Международный Олимпийский комитет, который для европейских стран ставит ультиматум. Например, если Нидерланды приедут к нам на турнир, то их в будущем могут не допустить до Олимпиады. Вот такие реалии. Поэтому принимаем то, что есть. И готовимся к турниру «Великий шелковый путь». Будет интересно. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.